Мы, как адвентисты седьмого дня, часто слышим словосочетание «трёхангельская весть». Задумывались ли мы, что это значит? Я приглашаю вас сегодня разобрать этот урок. Здравствуйте, Александр! Рады приветствовать вас сегодня на уроке. И я бы хотел прочитать наш памятный стих, а также первую весть трёх ангелов. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Здесь упоминается вечное Евангелие. Мне интересно, в переводе Кулакова чуть-чуть по-другому – «вечная благая весть». У меня сразу такой вопрос – есть ли разница в этом? Ну да, вот когда мы говорим о слове Евангелие, очень часто у людей возникает ассоциация с книгой. Потому что в православной традиции Евангелие печаталось отдельной книгой. И даже древнее, вот одной из самых древних памятников украинского языка или украинской литературы является Просопноцкое Евангелие. И на нём президенты приносят присягу. Но это не то, что имеется в виду в Библии. Вот. Когда мы говорим Евангелие, это греческое слово «эу ангелеон». «Эу» означает «хорошее», «благое», а «ангелеон» – что ты слышишь? Весть. Правильно, ангел, весть. Весть, вестник. То есть, поэтому в данном случае переводчики Кулаковского издания или издания Института перевода Библии, они просто решили расшифровать значение на русском языке для того, чтобы у людей не складывались ассоциации с книгой. Где ещё упоминается о Благой Вести в книге Откровения или в Библии? Или же это первый раз упоминается о Благой Вести? Вот, если даже посмотреть по симфонии, то более 20 раз у нас встречается слово «евангелие». Ну, впервые мы можем, например, можно, допустим, взять «евангелие от Матфея». Кстати говоря, слова «евангелие» в названии книги нет, пишут «ката» по Матфею, «ката» Марк и так далее. То есть, поэтому, если мы возьмём «евангелие от Матфея», 4 глава и 23 текст, вот впервые мы видим слово «евангелие». «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». «Евангелие Царства». То есть, вот такая есть фраза. И причём именно в «евангелиях», извиняюсь за тавтологию, вот это выражение «евангелие Царства», оно, ну, очень распространено. Почему? Потому что о чём имеется в виду Царство? Ну, можно взять, допустим, слова Иоанна Крестителя, «евангелие от Матфея», 3 глава и 2 текст. «И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот, в «евангелии от Матфея» используются слова «Царство Небесное», в «евангелии от Луки» может быть использовано «Царство Божие», но в любом случае это синонимичные понятия. «Царство Небесное» – так Иисус фактически называл свою школу. Мы можем видеть это по притчам Иисуса. Вот, то есть это школа, которая готовила учеников ко спасению, вот, и к проповеди. Вот, «Царство Божие», вот, как у Луки, например, Иисус говорит, «Царство Божие внутри вас есть». Да, «Царство Божие» – это присутствие Бога на земле, то есть Иисус – это воплощение Бога на земле, поэтому вот «Царство Божие» и в «Евангелии от Матфея» есть понятие «Царство Божие», и в «Евангелии от Луки» есть понятие «Царство Божие» тоже. Вот, а есть просто слово «Царство». Впервые слово «Царство» у нас появляется в книге Даниила, 7 глава, 17-й и 18-й текст. «Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли, потом примут Царство Святые Всевышнего и будут владеть Царством вовек и вовеки веков». Что здесь имеется в виду под Царством, как ты думаешь, Вась? Царство, ну, страна какая-то, может быть, или Царство? Вот здесь, когда мы смотрим о Царстве, можно даже взять вот такой текст. Я, пожалуй, и взял его первым. Это у нас книга Даниила, 2 глава. И здесь у нас написано в 44-м тексте, что это за царство. «И в одни тех царств Бог Небесный вознеет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». То есть это царство получается когда? Когда придет Бог и разрушит все остальные царства при пришествии. Да, когда будет при пришествии Христа, когда будет уничтожено зло. То есть фактически царство – это вот тот миропорядок. То есть власть. Да, это тот миропорядок, правильно, который вот Божий миропорядок, который приходит, когда зло уничтожено. И вот поэтому здесь Иисус, что Он делает, возвращаясь к нашему? То есть Он исцеляет всякую болезнь. Причем вот если мы вернемся к Евангелии от Матфея 4.23. Вот Иисус ходил по Галилее, и вот эта вот вся история учеников, когда Он их берет. А что перед этим было? Описывается, когда Сатана Ему искушал. Правильно. То есть Он побеждает Сатану. Он побеждает Сатану. Вот и царство. То есть как только Христос победит Сатану, устанавливается царство. И вот после этого сразу Он идет, набирает учеников и проповедует Евангелие Царства. То есть вот это вот Евангелие Царства – это благая весть о том, что пришел Мессия и уничтожит Сатану. И вот интересно, что у нас записано в Евангелии от Матфея 24.14. «И проповедано будет сие Евангелие Царство по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Сие. Это вот как раз относится к Его проповеди, которую Он говорит на горе Леонской. Как будет пришествие, как все. То есть вот это вот все будет проповедано. И потом. Когда все об этом услышат, во свидетельство все народам. Тогда и придет Царство. Вот тогда и придет конец. То есть вот это у нас, опять же, извиняюсь за тавтологию, в Евангелиях, у нас появляется вот этот термин Евангелие Царства. Но дальше у нас интересное определение Евангелия дает нам апостол Павел. Давай откроем 1 Коринфянам, 15 глава, и посмотрим с 1 по 4 текст. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которыми спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». То есть в чем суть Благой Вести? В смерти Христа и в том, что Он умер и воскрес. Абсолютно правильно. То есть говорить во время того, как Иисус ходил по этой земле о смерти и воскресении, есть, да, Иисус говорит об этом. Но это было не главное, что Он проповедовал. Он проповедовал победу над сатаной. Здесь – это Евангелие Царства. Здесь у нас Евангелие, которое проповедует Павел. Суть этого Евангелия – Иисус умер и воскрес. Это Евангелие, которым написано «спасаетесь». И это Евангелие, которое распространялось, и написано «12 человек изменили мир». То есть вот эта весть, она изменила мир. Но обратим внимание, третий термин, вот это то, с чего мы начали – вечное Евангелие. То есть мы видим, Евангелие просто, Евангелие – Царство, это то, что Иисус проповедовал, и третье – Вечное Евангелие. Как звучит Вечное Евангелие? Откровение, 14 глава, 7 текст. «И говорил Он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Первое Вечное Евангелие, первое предложение. Дальше у нас, как восьмой текст. «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал-пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третья часть Вечного Евангелия. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред акцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». То есть самая длинная Евангелие – это Вечный Евангелие. Ни слова о Христе. Ни слова о Кресте. Даже ни слова о Кресте. Что у нас? Суд, поклонение Творцу, падение Вавилона и начертание зверя. Это Вечная Евангелие, которая в конце времени проповедуется. Спасибо. Благовествует ангел. Какова наша цель в этом? Потому что пишется «ангел благовествует», а нас не говорится ничего. Имеет это какое-то отношение к нам? Ну, прежде всего, нужно понять, что ангел – это не купидон с крылышками, так их изображали в стиле барокко в эпоху Ренессанса. Ангел – это прежде всего вестник. И интересно, если мы говорим об этом, если мы возьмем, например, историю книги «Судей», 13 глава, то там интересно написано про ангела Господня. Вот «Судей» 13.3. «Ангел Господень явился ей и сказал, «Ты бесплодна и не имеешь детей, но забеременеешь и родишь сына». Что явился к жене Маноя, написано в тексте? Ангел Господень. Теперь посмотрим, что видит жена Маноя. Шестой текст. «Женщина пошла к своему мужу и сказала ему, «Ко мне приходил Божий человек. Он был похож на Божьего ангела. Его вид внушал благоговейный ужас. Я не спросила его, откуда он, а он не сказал мне своего имени». То есть человек Божий. То есть она видит кого? Человека. Да, то есть вестник, она видит человека. То есть мы часто, особенно я здесь говорю про адвентистов, часто вот потому что, читая некоторые труды Эллен Уайт, там есть понятие небожители. И мы, я сам помню, на первом этапе с такого христианского своего становления у меня были такие ассоциации. Почему? Я любил вообще научную фантастику. И в детстве, когда я у меня был в восьмом, девятом, десятом классе, я собирал особенно американских фантастов. Вот, жутко любил там Станислава Лемона. Это другой, как говорится, стиль. Вот, Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак. Это такие были американские фантасты. У них всегда в книге были какие-то определенные философские воззрения, понимания. И вот эти, как говорится, книги, они много писали про жителей иных миров. Вообще был такой тренд. Я изучал в школе физику. Вот, и мы смотрели, и много рассуждали. А есть ли кто-то на других планетах, похожий на нас? Вот, и это был такой культовый тренд в середине 80-х годов. Мы этим увлекались. Вот, и когда, наконец, вот, ну, когда я стал вообще адвентистом, тогда книг Елены Уайт не было на русском языке. А потом было издано, ну, были папиросные издания на папиросной бумаге, но они мне были недоступны. Я же был человеком новым. Вот так просто одолжить у кого-то, почитать на папиросной бумаге, патриархии и пророки. Но тут вышла книга, я, естественно, прочитал, и там небожители, небожители, небожители. Вот, о, как интересно. И я заметил такую тенденцию. Многие наши именно адвентистские братья и сестры, почитав труды Элен Уайт, они воспринимают ангелов, слово ангел исключительно с понятием небожитель. Это не совсем так. И поэтому твой вопрос очень правильный, Вася. Потому что вот нельзя понимать ангела в данном конкретном контексте, что это какой-то небожитель с неба через какой-то супермощный микрофон объявляет. Убойтесь Бога, воздайте славу Его. Ну, то есть это однозначно не то, что имел в виду, не то, что видел Иоанн. Ну, и, естественно, тоже тут хитро, с одной стороны, да. На наших графиках часто адвентистских рисуют с трубами, с крылышками. И поэтому я скажу, если твой вопрос очень правильный, почему же, если так думать, то типа я лишь только рецепиент, вот, слушаю, что мне говорят, а говорят с неба. И моя роль здесь маленькая. Буду ждать, пока услышу голос с неба. Ну, так получается. Ну, так и есть. О, нет. О, нет. То есть здесь речь идет о вестнике. А кто эти вестники? Это Церковь Божья последнего времени. Кому поручено. Точно так же, как апостолы и их ученики были ангелами, распространившими благую весть по Римской империи за ее пределом, о смерти и воскресении Иисуса, точно так же Божья Церковь последнего времени является теми ангелами, которые распространяют благую весть последнего времени. о суде, о творении, о лжеучении и о начертании садов. Спасибо. То есть, если я правильно понимаю, мы в этом участвуем. То есть мы, как, даже я бы сказал, как адвентисты сегодня, мы должны в этом участвовать и возвещать эту весть. Я с ранних лет слышу эту трехангельскую весть, и потому мы возвещаем, как адвентисты, трехангельскую весть. Почему только она у адвентистов есть? Я не слышу, что кто-то другой возвещает трехангельскую весть. Или, может, только я не слышу? Дело в том, что, конечно, слово «трехангельская весть» это наше такое внутреннее слово. Я помню, в 90-м году, в осенью я впервые переступил порог, не, наверное, чуть раньше, наверное, летом, да, наверное, я переступил порог киевской церкви, которая находилась и сейчас находится по адресу Ямская, 70, вот меня мой сокурсник по университету, по общежитию, вот я с ним познакомился, но я привел. И вот я пытался слушать проповедь, вот, и он все время говорит, трехангельская весть, трехангельская весть, трехангельская весть, трехангельская весть. Что это такое? Я не понял. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять и оценить красоту вечного Евангелия. То есть то, что это называется, то есть слово трехангельская весть вы не найдете в тексте. Но библейское название того, что адвентисты на своем жаргоне называют трехангельская весть, называется вечным Евангелием. Слово адвентисты нету в Библии. Тоже. Церковь последнего времени, согласно книге Откровения, третья глава, знаешь, как называется? Лаодикия. Что такое лао? Народ лаос. А дикея – это суд. Задача церкви последнего времени – возвестить о суде. Первые слова вечного Евангелия – это «убойтесь Бога, воздайте Саум, ибо час суда его наступил». Поэтому я это объясняю, потому что те, кто как бы в адвентизме есть, они это все, это у них такая обзорбция этих терминов. Я знаю, что я абсолютно уверен, что найдутся те, которые глубоко эти вещи не понимают, но в этой терминологии они как бы как в супчике крутятся. И она у них на слуху, и они знают, и все такое. Но для многих, которые не являются частью адвентизма, слова «трехангельская весть», даже слово «адвентиста», оно непонятное. А вот если мы говорим Библией, то в Библии есть церковь последнего времени. Эта церковь называется «лаодикийская». «Лаодикий» – это не просто термин. То есть часто мне тоже неправильно говорят. А «лаодикий» – это значит ни холоден, ни горячий. «Лаодикий» не значит ни холоден, ни горячий. То, что «лаодикийя» имеет эту проблему, это уже другой вопрос. Слово «лаодикийя» означает «народ суда». И есть весть. То есть оказывается, народ суда должен провозглашать это вечное Евангелие. То есть церковь Ефеса, да, Ефес возлюбленный, она провозглашала Евангелие, которое мы прочитали со слов Павла, 1 Коринфянам 15 глава, о том, что Христос умер и воскрес. Это было Евангелие, которое дано было церкви Ефес. Евангелие, которое дано церкви лаодикийского периода, начинается со слов «Убойтесь Бога, воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его». Поэтому, если человек хочет быть частью последней церкви последнего времени, эта церковь последнего времени характеризуется, это ее характеристика тем, что, как говорится, проповедует именно вот эту благую весть. И это очень важно. Почему? Потому что есть другие характеристики истинной церкви. Вот одна из очень важных характеристик истинной церкви, она в той же 14 главе книги Откровения записана. Откровение 14.12. Здесь требуется терпение от святых, соблюдающих повеление Божие и верящих в Иисуса. В синодальном переводе здесь терпение от святых, соблюдающих заповеди Божии и веру Иисуса. То есть две нужно иметь характеристики, потому что есть много церквей христианских, в которых есть вера Иисуса. Не только вера. Но заповеди Божии они не соблюдают. А в иудаизме заповеди Божии соблюдают, но веры Иисуса нет. Надо две. Но адвентисты – это не единственная церковь, которая соблюдает заповеди Божии и имеет веру Иисуса. Есть очень много сегодня субботников, которые тоже этим характеристикам подходят. Есть мессианские церкви, которые тоже будут соблюдать заповеди Божии и верить в Иисуса. Но чем отличается адвентизм, это тем, что адвентизм – это… То есть церковью последнего времени является не только та церковь, которая соблюдает заповеди Божии и имеет веру Иисуса. А церковь последнего времени должна провозглашать Евангелие последнего времени. А эта Евангелие является вестью о суде, потому что это суть названия. То есть, иными словами, субботники – это церковь, которая имеет истину, отвечает этим характеристикам истинной церкви. Но это не церковь в последнее время, потому что они не ладики. Почему? Потому что они не проповедуют о суде. А почему они не проповедуют о суде? Ну, если бы они проповедовали о суде, наверное, мы бы были с ними в одной церкви. Как вы думаете, почему люди не проповедуют о суде? А они хотят угодить слушающим, что суда не будет, что можно спастись, неважно, будет суд или не будет суд? Дело в том, что весть о суде, то есть, обратим внимание, не начнется, а начался. То есть, Евангелие последнего времени, то есть, начало Божьего суда – это характерная такая вот особенность, характерная, отличительная черта именно того, что это последний период церкви. Есть Ефес, есть Смирнский, да, Ефесский период – это первый век, да, заканчивается 135-м годом, восстанием Баркохбы, это период иудео-христианства. Потом идет Смирнский период с второго по конец третьего века. Это период, когда христианство является гонимом, церкви как таковой, единой, как организованной, только становится, вот. Но при этом начинаются процессы отступления от закона Божьего, потому что уже в конце второго века многие отцы церкви начинают отступать от субботы. Дальше идет Пергамская церковь, это уже государственная церковь Римской империи, и здесь начинается еще более серьезное отступление, вот, потому что церковь, в общем-то, идет на компромисс со властью, и Константин становится карманным инструментом римских императоров. Ну, а дальше начинается очень печальный период, период феатирский, когда вот этот вот период отрождествляется с Валаамовым любодеянием, вот, и там тоже, вернее, с любодеянием Язавели. Это Пергамский период, там, Валаам, а тут уже вообще Язавель, то есть полное отступление, как в царстве северном. Вот, и этот период самый длительный, почти тысячу лет, на смену феатире приходит Сардис, и начинается реформация, но реформаторы, к сожалению, всю истину не принимают. После Сардиса идет такой очень светлый период, о котором вообще ничего негативного не сказано, это период Филадельфии. Именно в этот филадельфийский период церковь восстанавливается истину, в христианстве возрождается истина о субботе, истина о религиозной свободе. А вот Лаодикия, это вот особый период, когда церкви поручено сказать весть последнего времени. На церковь возложена вот эта вот миссия особая. И вот эта миссия, она вот возможна только потому, что, ну, когда мы знаем о Божьем суде, который связан, прежде всего, с запечатлением народа Божьего перед пришествием Христа, вот, связан с особым провозглашением вести Евангелия Царства, вот, эти все моменты, они осознаются и понимаются при серьезном изучении книг Даниила и Откровения. Поэтому причина, почему другие церкви не проповедуют, не являются Лаодикии, не проповедуют весть о суде, это потому, что, в первую очередь, там не изучается и не придается большое значение книгам Даниила и книгам Откровения. Второе, тоже очень важное отличие, это то, что вот, ну, если мы возьмем, да, опять же, по, значит, истории церкви, да, семь периодов можно разложить, вот, был период католицизма, был период протестантизма. Чем отличается протестант от католика? Тем, что в католицизме первичен авторитет церкви, а реформация поставила первичным авторитетом священного писания. А чем адвентист отличается от протестантов? тем, что у протестантов крест – это конец спасения, а при изучении святилища, книги Левит, и тех образов, которые потом пророчествуются Данилом и исполняются в книге Откроения, можно увидеть, что святилище и вся вот эта истина святилища, она показывает, что крест – это начало плана спасения, а окончание плана, кульминацией плана спасения является суд Йом-Кипур. Если ангел, но мы уже решили, как решили, мы выяснили, что ангел – это вестники Божьи, то есть люди, правильно? И он говорит эту весть всем, то есть без разницы. Можно предполагать, что это весть для избранных, или можно кому-то ее слушать, а кому-то нет, кому-то принимать ее, а кому-то нет, каждый по личному желанию? У нас здесь очень четко написано. Опять же, 14 глава здесь прямо сказано, шестой текст. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». То есть всем, без исключения. Ну да, вот. У нас вот эти два ключевых текста, которые очень четко показывают, что Евангелие должно быть проповедано по всему миру. То же самое Матфея 24, 14. «Радостная весть о царстве будет проповедана по всему миру, как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец». В этом переводе «радостная весть». Ну да. Это ты читаешь Кулакова или это современный? Нет, это новый русский современный перевод. Ну, тоже, ну, как бы суть понятна, но по всему миру это очень важно. То есть без этого пришествие Христа невозможно. То есть Христос придет в тот момент, когда уже человечество определится, кто примет Бога, а кто не примет Его. А для этого люди должны знать, ну, и как бы вот весь распространяется. То есть нельзя будет сказать, что я не услышал или это не для меня? Абсолютно правильно. Если придет суд, ты должен быть в ответе? Да. То есть человек либо примет, либо отвергнет. То есть никто, как говорят по-английски, на заборе сидеть не будет. Золотой середины не будет? Нет. То есть или там, или там. И человек должен сделать свое решение, в какую сторону он идет. А именно поэтому книга Откровения говорит о печати Бога, и кто-то получит печать Бога, а кто не получил печать Бога, тот примет печать, начертание зверя. То есть все достаточно просто. то есть я с краю, я ничего не знаю, такого нет. Все, кто с краю будут находиться, ну, я вообще абсолютно уверен, что вот то, что происходит сегодня, я вижу, и как люди поддаются влиянию, вот, какие политтехнологии используют сегодня, например, в СМИ, то я абсолютно вижу, насколько реально и возможно абсолютно всех, кто не понимает, да, кто сидит на заборе, всех можно подгрести под начертание зверя, вот, потому что для того, чтобы принять печать Божью, то нужно делать выбор, и нужно обладать определенным пониманием и желанием следовать за Богом. Но выбор дается каждому. Естественно. Спасибо. Поклонитесь и воздайте Ему славу. Поклонитесь это один раз в неделю, два раза в неделю, один раз в месяц, один раз в год, или сколько раз надо поклониться, чтобы это было достаточно, чтобы быть в числе вот, в числе избранных. Ну, вообще, когда мы говорим о поклонении, то тут есть несколько очень важных аспектов, и нас учат о поклонении очень конкретно Давид в псалмах. Вот, например, впервые, допустим, когда мы говорим о поклонении, можно взять вот такой текст. Псалом 5, стих 8. Но я по великой милости твоей войду в дом твой, поклонюсь в святом храме твоем в страхе пред тобой. Да, вот здесь даже написано в страхе твоем. Вот это вот страх Божий. Он очень интересный, такой тоже термин, потому что когда мы говорим на иврите Йорэ Адонай, то есть боящийся Бога, это верующий. То есть вера и поклонение это как бы два разных аспекта отношений человека и Бога. То есть вопрос, правильно ли мы поклоняемся. И вот здесь интересно был такой известный иудейский философ, который жил в Испании в 12 веке, звали его Игуда Галеви. И он написал книгу, которая называется Кузари. Кузари, интересна эта книга тем, что она построена на базе истории о том, как Хазарский Каганат. Хазары жили в степях при Черноморье и между Черным морем и Каспием. Там был царь Хазарский и Хазары приняли иудаизм. Ну насколько эта книга действительно отражает, как оно было, мы не знаем. Но в этой книге написано о том, как Хазарский царь, вот, он был язычником, и вот тамнажды ему является во сне ангел Господень и говорит, помышление сердца твоего, сердечные твои намерения угодны мне, но поступки твои нет. И так было третий раз. В конце концов является, понимает этот Хазарский царь, что он что-то явно делает не так, и всякий раз, когда он делает жертвоприношение, старается угодить своим богам, ему приходит, что типа, ты хочешь хоррор, ты стремишься к хорошему, но поступаешь неправильно. Вот, в конце концов он решил познать истину, он пригласил мусульманского, мусульманина, христианина и иудея, и там вся книга посвящена, что вот он как дискутирует, и каждый стремится его убедить, и так далее, и так далее. И вот здесь вот то же самое с вот этой вестью первого ангела. Поклонитесь, убойтесь и поклонитесь, да? То есть и дальше у нас сказано, что такое, как конкретно написано, вот, давай прочтем Откровение 14, 7 еще раз. Бойтесь Бога, громко говорил ангел, и воздайте ему славу, потому что наступил час суда его. Поклонитесь создавшему небо и землю море и источники вода. Создавшему небо, землю, море и источники вода. Ты где-то эти вот выражения слышал? Бытие. И, наверное, книга Исход, смотри, если мы говорим о четвертой заповеди, то у нас в двадцатой главе, вот, если мы читаем с восьмого текста, то вот в одиннадцатом стихе единственная заповедь, которая объясняется, почему, что написано в одиннадцатом стихе. Давай прочтем. Ибо в шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Бог субботний день и осветил его. То есть помнить день субботний оказывается нужно, потому что Бог сотворил и тоже небо, землю, море и источник. То есть соблюдение дня субботнего это наш акт поклонения Творцу. То есть вот это очень важная весть. Почему? Потому что суд творения, если мы посмотрим на развитие исторических событий, у нас книга Даниила интересно описывает действия силы сатанинского антихриста малого рога, о котором мы неоднократно будем говорить в урочнике, что это в дальнейших уроках, что это Папский Рим. И там вот такие интересные слова мы можем видеть. Значит, посмотрим Даниила 7, 25 и 26. Он будет говорить слова против Всевышнего и святых его изнурит и будет стараться переменить праздничные времена и законы. Святые будут отданы ему на год, два года и полгода. Затем воссядут судьи и отнимут его владычество и будет погублено кончательно навеки. То есть вот эта власть антихриста длится 12,5 столетий, заканчивается в период наполеоновских войн и после этого воссядут судьи. То есть первый аспект убойтесь Бога, воздайте славу ему, час суда его наступил. Так? То есть вот время суда. Но дальше у нас тоже интересно поклонитесь сотворившим. Почему Евангелие поклоняется сотворившим? Период, в который церковь в последнее время свою весть евангельскую должна распространить, он очень интересный. Есть две крайности. С одной стороны мы видим упадок католицизма. Почему упадок католицизма? Ну, потому что знаешь, как можно это уподобить. Если возьмем, допустим, как говорится, какой-нибудь чайник, крышку, привяжем очень хорошо, чтобы не было никакого выхода для пара и будем кипятить, то рано или поздно это все крышку сорвет. Вот. Точно так же и здесь. 18 век это был срыв крышки. То есть эпоха просвещения начинается и начинается полное отвержение авторитета церкви. То есть с одной стороны церковь, она преследует святых Всевышнего, еретиков, сжигают, но реакция на это начинается такая. А вообще никакой церкви, вообще никакой Библии. То есть начинается распространяться атеизм. Он начинается с идей Рене Декарта, основателя французской философской энциклопедической школы, который говорит «Я мыслю, значит, я существую». То есть для него нет никакого откровения свыше, есть только результат своих собственных логики и умозаключений. продолжается и набирает кульминацию Великой Французской революции, а самым главным элементом является теория Дарвина. Потому что для энциклопедистов, которые хотели возвысить свой разум и не хотели авторитета церкви, им хотелось отвергнуть Бога, но они не знали как, потому что а как объяснить, как все произошло. И тут Дарвин подает все это на блюдечке в голубой каемочке. Зарождается теория эволюции. Это зарождение теории эволюции это как раз середина 19 века. И именно поэтому в середину 19 века Бог воздвигает свою церковь в Ладикею в последнее время для того, чтобы проповедовать «А поклонитесь сотворившему, а не идите по пути теории эволюции». Да, суд, то есть весть о суде это благая вещь, что преследователь, малый рог, антихрист устранен, но весть о поклонении это вот как раз Божия вот такая вот баланс между тем, окей, вы можете исповедовать свою веру теперь свободно, вас никто не будет называть теретиком, но не уходите в теорию эволюции, поклонитесь сотворившему, продолжайтесь поклоняться. И поэтому вот несмотря на то, что, допустим, истина о субботе для многих протестантов стала, открылась еще в 18 веке, хотя, конечно, первые, кто начал возрождать истину о субботе из христиан, наверное, были все-таки марафские братья, которых Лютер очень не любил, считал их иудействующими, но тем не менее к 18 веку начали появляться субботствующие, баптисты и так далее. Но именно в контексте проповеди вечного Евангелия истина о субботе, она приобретает особый, такой важный оттенок и аспект касательно того, что происходит в последнее время. То есть мы не просто восстановили истину о субботе, потому что мы поняли, что Иисус говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Мы говорим истину о субботе для того, чтобы провозгласить всему миру, что мы не произошли от обезьяны. Спасибо. Касаясь этой темы поклонения, можно ли, ну не то, чтобы можно, но вот ваше видение насчет этого. Вот многие люди говорят, ну мы не будем никуда ходить, ни с кем собираться, мы сами себе будем исполнять, мы знаем, что это правильно и вот как вы на это смотрите, не то, что как смотрите, как Библия нам это открывает. Вот если мы посмотрим, что пишет нам о поклонении Библии, то лучше Псалма 94-го мы не найдем. Вот можно прочитать 94-й Псалом с 1-го по 6-й текст. Придите воспоем Господу, вознесем хвалу с колен нашего спасения, придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Его восклицать, потому что Господь великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему, море Его, Он сотворил Его, Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и падим пред лицом Его, преклоним колено, пред Господом, Создателем нашим. Опять здесь Создатель. Ты заметил, поклонение связано с чем? Тема поклонения? С Создателем, то есть поклонимся Создавшему море, сушу и все. Абсолютно, то есть по-другому не представляли, это субботний псалом. И обрати внимание, много глаголов, в каком числе они употребляются? В множественном. И в каком лице? Воспоем, представнем, воскликнем. Мы. Мы. То есть поклонение в одиночку невозможно. Должны быть кто-то, кто есть. Мы. Конечно, я себе могу представить, и такое случается, что вот есть люди, которые бывают такие населенные пункты, города, где вот есть один человек верующий. И это, конечно, для таких братьев и сестер это большой вызов и большое испытание. Но сегодня благодаря интернету возможно присоединение по интернету и ощущение быть частью себя. Но вот это тоже очень важно, когда человек, особенно, когда он один и рядом с ним нет верующей, очень важно, чтобы этот человек нашел возможность поехать в какой-то ближайший город, найти церковь, принять там крещение и быть частью этой семьи. Вот, когда человек это делает, то тогда скоро в этом населенном пункте появятся другие люди и тоже будет возможно поклонение. Всегда, очень часто бывало, что в той или иной деревне или в населенном пункте весть евангельская начинала распространяться с одного человека, но всегда находились другие и потом воскликцали и пели твердыни спасения. То есть поклонение и суббота это неразрывные части, как я понимаю. Это разорвать абсолютно невозможно. Вот поэтому твой вопрос о когда и как поклоняется. То есть вот есть поклонение, которое используется, использовалось в древнем израильском храме при жертвоприношении. Это тоже был определенный акт поклонения, показывающий символизм Христа. А это поклонение, о котором мы читаем в Псалме в 94-м, это как раз поклонение Господу именно в субботний день, потому что поклонение Творцу. То есть это очень важный особый акт поклонения, без которого взаимоотношения с Богом невозможны. То есть можно сказать вечное Евангелие и истина о субботе это опять же неразрывные? Абсолютно неразрывные. И вот это очень важно то, что ты сказал, потому что в христианском мире очень часто начинаешь говорить о субботе, а законом спасаешься, мы христиане полного Евангелия. Да, вот есть такая церковь, христиане полного Евангелия. Нет, не полного. Не полного. Потому что полное Евангелие невозможно без поклонения Творцу в субботний день. То есть суд, который описывается в вечном Евангелии и суббота, это тоже связано между собой, правильно? Да, суд, творение, это очень важная серьезная библейская концепция. То есть Бог-творец вершит суд вот он хозяин этой земли. Поэтому вот эта тема суда творения это очень важная и серьезная богословская библейская тема. Спасибо. И, наверное, главный вопрос. В чем суть этой благой вести или вечного Евангелия? Мне больше нравится благая весть. Это как-то звучит по-другому, потому что вечное Евангелие, вот как вы сказали вначале, это как бы не то, что привык, а с детства Евангелие это как бы Новый Завет, да? А вот весть благая это что-то другое. Да. Вечное Евангелие это благая весть, которая нужна сегодня людям последнего времени. Когда Павел в Ефесский период рассказывал и его ученики ходили по городам и весям Римской империи за ее пределами и рассказывали о воскресшем Христе, дающем надежду и упование на вечную жизнь, да, вот эта вот идея вечной жизни, воскресения, для Элина, она была чуждая. Это было что-то новое. Сегодня каждый, ну, о том, что Христос умер и воскрес, об этом знают. Ну, в это могут не верить, но я не могу найти, даже где-нибудь поеду там в Китай и то будут знать, а это Иисус, который умер и воскрес, но опять же, они могут в это не верить, но это знают, это знают, это не новая вещь. А вот вечное Евангелие это особая весть, которая как раз для нашего времени. Почему? Потому что она адресует проблемы. То есть в каждом периоде было свое Евангелие и определенные проблемы адресовались, да? То есть Иисус провозглашал Евангелие Царства и свою скорую победу над Сатаной, потому что Иисус победил Сатану на Голгофе. То есть Евангелие, которое проповедовало Иисус, предвкушало его победу на кресте. После смерти и воскресения Иисуса Евангелие, которое распространяли апостолы, благая весть, это как раз было направлено на то, чтобы дать человечеству утешение и надежду, как обрести вечную жизнь и победить смерть. сегодняшнее Евангелие последнее время, оно состоит из предупреждений. Идет суд, правильно поклоняйся Богу, потому что ты не произошел от обезьяны, и не вздумай стать частью всевозможных заблуждений, потому что что такое Вавилон последнее время? Это христианство, в которое все намешано от истины до лжи. И когда мы смешиваем истину с ложью, что получается? Ложь. Вот. Не уходи в лжеучение. То есть вот эти вот вещи, они актуальны для последнего времени и являются благой вестью, показывающей путь ко спасению. Почему вечное? Слово вечное, оно очень интересно, потому что на иврите слово Олам означает две вещи – вечность и вселенная. Фактически слово Олам еврейское, оно отражает концепцию четырехмерного пространства временного мира, которую описал буквально чуть больше, чем столетия назад в теории относительности Альберт Эйнштейн. Оказывается, это библейская концепция, то есть время и вечность, вернее, время и пространство соединено, поэтому здесь можно говорить о вселенском Евангелии, и оно так есть. На всех. Да, то есть здесь нисколько вот, что оно будет, ну, как бы, сам аспект вечности, я, кстати, заметил, вот, именно перевод, он часто практически все, они больше на время, а здесь именно больше пространства, вот, то есть ведь написано всякому колену, племени, языку и народу, то есть это вселенская весть. Трехангельская весть, мы уже разобрали, это для настоящего, то есть быть уверенным в том, что вот эта весть и вечная Евангелие для нас, мы не можем отрицать этого, правильно? То есть Библия ясно нам говорит, что вот эта весть для нас. Да, допустим, когда мы говорим, тут очень важно видеть разные этапы, допустим, весть первого Евангелия началась, когда, согласно пророчеству Данила 8 главы 14 текста, начался суд перед пришествием, то есть время суда пришло, и, в общем-то, Бог предвидел, что именно в это время начнутся вот эти вот процессы, начнутся распространение теории эволюции, марксизма, начнутся революции, то есть вот эта весть, она очень четко противостояла современным трендам 19-го начала 20-го века. Пал-пал Вавилон – это то, что нас ожидает, потому что если мы посмотрим на религиозную составляющую этого мира, и как в книге Откровения 18-я глава религиозная составляющая переплетается с экономической составляющей, то это очень серьезное предупреждение о неминуемом экономическом крахе. Спасибо. Мне кажется, следующий урок будет именно об этом. И я бы хотел услышать больше насчет Пал-пал Вавилон. Будем слушать в следующих уроках. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам осознать ту ценность тех истин, которые ты нам преподаешь через свое вечное Евангелие. Помоги нам стать носителями этого вечного Евангелия. Пока открыты еще двери, пока не начались эти события, связанные с крахом Вавилона последнего времени, пока есть еще свобода, помоги нам нести твою весть по всей вселенной. Аминь. Аминь.